Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Замучили в прямом эфире. Кенельскими подростками, которые проводили жестокие эксперименты с котенком, заинтересовался Следственный комитет России. Победа тольяттинских дольщиков. В суде их права на жилье защищает прокуратура и областное правительство. Ультрасовременная школа в Южном городе. 1 сентября. Там за партой сядут полторы тысячи учеников. В Самаре война с теневой экономикой продолжается. Бульдозеры общественных советов микрорайонов добрались и до нелегальных киосков на улице Антонова-Овсеенко. Откроют в октябре. В Струковском саду смонтировали коммуникации и приступили к ландшафтному дизайну. Подростков, которые замучили котенка в прямом эфире, проверит Следственный комитет России. Глава силового ведомства Александр Бастрыкин подключился к расследованию шокирующей истории. Видео жестокой расправы над животным накануне появилось в средствах массовой информации и вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах, которые мы не можем показать в эфире, видно, как девочки-подростки из Кенеля ударяют котенка об стену и убивают его. Весь этот кошмар шел в прямой трансляции социальной сети Инстаграм. Сейчас Следственный комитет проводит процессуальную проверку по ее результатам. Действием подростков будет дана объективная правовая оценка. В Кировском районном суде прошли предварительные слушания по гражданскому делу о краже 60 миллионов рублей со счетов ВИП-клиента одного из крупнейших банков страны. В преступлении обвиняется бывший менеджер. Четыре года назад альятинский бизнесмен открыл три вклада – два валютных, один рублевый. Как и любому ВИП-клиенту, ему предоставили личного консультанта. Когда мужчина этой весной в очередной раз пришел в банк, ему сообщили, что остаток на его счетах составляет всего 200 тысяч рублей, а менеджер сбежал. Вскоре беглеца арестовали, завели уголовное дело. Но как так получилось, что миллионы просто испарились, банк пока не поясняет. Кассовые документы и, соответственно, еще там какие-то дополнительные договоры. Данные документы были изъяты в рамках уголовного дела. Мы об истребовании копии этих документов из материалов, в общем-то, изъявили. Но, судя по объему, полагаем, что у нас будет серьезная доказательная база для того, чтобы мы могли подтвердить наличие взаимоотношений именно с Сбербанком. Сбербанк в настоящий момент занимает пассивную позицию достаточно, никаких пояснений по существу иска не было дано. У нас нет информации о том, какую позицию займет Сбербанк. То ли он признает действительность этих договоров, то ли не признает. А банк-то итальятинский бизнесмен намерен требовать, чтобы банк вернул ему деньги со всеми неустойками и пене около 200 миллионов рублей. Как выяснилось, в своей беде он не одинок. Менеджер-аферист мог обмануть как минимум 10 вип-клиентов. Общий ущерб оценивается почти в миллиард рублей. Проблема дольщиков тольяттинского ЖСК «Жасминдом» будет решена в их пользу, выразил такую уверенность на встрече с представителями инициативной группы губернатор Николай Меркушкин. Проблемный дом достроен, но не введен в эксплуатацию. Дольщики заселились в квартиры, но получили уведомление о выселении. Спор идет с банком, который инициировал смену руководства и банкротство жилищно-строительного кооператива. Договоры долевого участия кредитное учреждение оформило на себя. Сейчас идут судебные разбирательства. Решает проблему областное руководство. По словам Николая Меркушкина, появились факты в пользу дольщиков. Кроме того, на их стороне и прокуратура. До этого пока шло активное расследование деятельности, связанное с хищениями и так далее. Был наложен арест на квартиру официально. И ни одно действие в рекпалате не могло быть совершено. Сейчас ситуация меняется. Начинают быть лазейки, которые банк пытается использовать. Имеет место быть лазейки, которые банк пытается использовать, чтобы снять арест с одной, с двух, с десяткой квартир. А это дает им право, поскольку у них пока в Росреестре за ними числится зарегистрированный договор, дает им право буквально прессовать людей. В любом моменте мы изыщем возможность эту проблему снять. То есть оставить нас в ваших квартирах. Я думаю, это будет ясно в течение где-то двух-трех месяцев. Уже будет поставлена какая-то точка. Школа, которая переворачивает представление об учебе. 1 сентября в Южном городе заработает образовательный центр на полторы тысячи учеников. Два года назад губернатор Николай Меркушкин заложил первый камень в основании школы. Проект нетиповой. Его высоко оценила заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина. А Марина Кравцова узнала, почему в такой школе дети будут стремиться к знаниям. Водопад и деревья фойе. Для образовательного учреждения картина непривычная. В такой школе хочется учиться. В новом образовательном центре в Южном городе реализовали инновационный подход к обучению. В первую очередь внедрили высокие технологии. Турникеты на входе распознают отпечатки пальцев. В кабинете физики оборудование спускается к партам с потолка. В каждом классе есть интерактивные доски. В компьютерных классах ноутбуки и даже кабинет, где будут учить поварскому искусству, оснащен по последнему слову техники. В здании пять спортзалов и огромный актовый зал. Школа действительно уникальна по многим параметрам. Здесь есть все, чтобы ученики получили знания по общим образовательным предметам. Но и после уроков школьникам скучать не дадут. Вот так выглядит современная коморка, что за актовым залом. Это настоящая звукозаписывающая студия со всем профессиональным оборудованием и музыкальными инструментами для настоящей рок-группы. Образовательный центр еще и один из самых больших в стране. Рассчитан на полторы тысячи мест. Построили школу при финансовой поддержке из федерального бюджета. Проект высоко оценила заместитель министра образования и науки России. Это современная школа, которая позволяет совершенно по-новому, интересно для детей и очень профессионально и продуктивно для педагогов организовать процесс обучения и воспитания. Из тех уже на сегодняшний день результатов, которые есть, конечно, мы можем смело говорить о том, что те проекты, те заявки, которые будут со стороны области в адрес федерального министерства, нами будут поддержаны. В таком здании приятно будет и работать. Учителям пришлось проходить конкурсный отбор. Команда профессионалов создана. К тому же средняя зарплата. Педагога будет здесь около 32 тысяч рублей. На 85 вакантных мест было порядка 500 резюме. И поэтому, ну да, был такой вот отбор, проводились собеседования. Я думаю, что сейчас у нас очень профессиональный состав педагогический собран. По достоинству новаторский подход оценили и родители будущих первоклассников. Получилось так, что мы как раз идем в первый класс на открытие школы. Школа потрясающая, очень красивая, шикарная, слов нет. Классы большие, светлые, удобные, очень удобные классы. В новую школу уже зачислили почти 1400 учеников. К началу учебного года сформируют 29 младших классов и 26 классов среднего и старшего звена. Учиться дети будут только в первую смену. После обеда дополнительные занятия и творчество. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Войти в первую десятку инвестиционного рейтинга среди российских регионов. Такую задачу поставил губернатор. В работе десятки проектов. Часть из них уже внесены в перечень стратегических. Для инвесторов создаются комфортные условия для развития бизнеса. На чем сейчас ведется работа, расскажет Олеся Корецкая. У 63-го региона большой инвестиционный потенциал. По некоторым критериям федерального рейтинга он занимает лидирующие позиции. Но есть и проблемные ниши. В общем зачете нужно стремиться к лучшему результату, отметили участники совещания в областном правительстве. Я прошу всех приложить усилия, которые необходимы для того, чтобы мы поднялись на те позиции, которые от нас ждут. Губернатор нам стоял задачу войти в десятку лучших регионов. К этому мы и сами должны стремиться. Привлечение инвесторов в Самарский регион – это стратегическая задача для его развития. Уже реализуются проекты по развитию отрасли тяжелого машиностроения, производства двигателей для автомобилей. Идет работа над поиском инвесторов для строительства крупного животноводческого комплекса и цеха по производству растительного масла. Развитие инвестиционных проектов дает региону возможность получать доход в городской и областной бюджеты. Появляются новые технологии и рабочие места. Со стороны властей инвесторам гарантируют льготы по земельному и имущественному налогам. Упрощение бюрократических процедур. Мы активно занимаемся строительством дорог при поддержке губернатора. Видите, какое ширкомасштабное строительство развернуто в городе. Нас особо радует то, что в промышленной зоне строятся дороги. Это заводское шоссе. Южный мост ремонтируется с путепроводом. Это позволит эту зону сделать более привлекательной для потенциальных инвесторов, желающих организовать то или иное производство. Уже сейчас в Самаре реализуется семь инвестиционных проектов и еще десять находятся в разработке. В ближайших планах строительство снегоплавильной станции и модернизация муниципальных турбаз. В разработке реконструкция знаковых для Самары зданий, строительство гостиниц и культурных мест отдыха, организация видеонаблюдений на мостах, установка газовых заправок и пунктов весового контроля на въездах в город. В Самарской области растет задолженность по зарплате. Сколько владельцы предприятий не заплатили работникам, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Мировые цены на черное золото сегодня удерживаются на отметке в 51 доллар. Валюта дешевеет. Курс на 17 августа. Доллар 59 рублей 65 копеек, евро 69 рублей 99 копеек. Золото стоит 2455 рублей, серебро 32 рубля 54 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 79 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 88 копеек. Россияне все чаще берут новые жилищные кредиты, чтобы погасить ранее оформленные. И за год рефинансировали ипотеку на 35 миллиардов рублей. Общая задолженность по зарплате в России выросла почти на 8 процентов и превысила 3 миллиарда. Долги по зарплате растут и в Самарской области. Регион лидер среди субъектов Приволжского федерального округа по размеру просроченной задолженности. Она достигла 45 миллионов рублей. На этом все. Удачи в делах. Борьба с нелегальными торговцами на Самарских улицах продолжается. Работа эффективнее, если в ней участвуют жители вместе с управляющими микрорайонов. Общественные советы, созданные по инициативе губернатора, активно работают с местным населением и их обращениями. Каждую неделю представители ОСМ выходят в рейды и проверяют торговые точки. Как борются с нелегальными киосками на улице Антонова-Овсеенко? Наблюдала Олеся Корецкая. Первый киоск, да? Прямо сразу на остановке. Сразу идет нарушение торговли. Торговли пухчевыми, торговли овощами. Такого быть не должно быть. Сами видим, товарищ продавец у нас спрятался. В прятки с общественным советом микрорайона продавцы играют не первый раз. Киоски на пересечении улиц Антона-Овсеенко и Ивана Булкина заполонили весь тротуар. Место наторгованное. Когда-то здесь стояли специальные ряды для пенсионеров, продающих продукты с дачи. Но затем торговые ряды перенесли на рынок неподалеку. Что не помешало и пенсионерам, и прочим торговцам снова обосноваться здесь. Можно вообще город превратить в восточный базар. И на каждой остановке сделать ряды. Зачем? Когда рядом стоит рынок. Вот зачем? Зачем лишний мусор на улицах нашего города? Покупателей нарушение правил на торговых точках мало смущает. Уж очень удобно, что продукты можно купить буквально в двух шагах от дома. Я сертификат не спрашивала и разрешение на место я тоже не спрашивала. Вас не смущает, что вот эти киоски уже заставили просто все тротуары? Ну, я думала, они официально. Автомобили, они вот эти, все эти товары употребляют. Мы моем с мылом. Мыть с мылом – это бесполезно. Это все равно, что мыть с мылом, а все равно оно впитывает. С проверками управляющие микрорайонов выходят каждую неделю. Перед этим собирают информацию о торговых точках. Работают с обращениями жителей. Киоск на остановке на особым счету. Жители домов с улиц Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина и Авроры жалуются, что здесь продают алкоголь в любое время суток. 24 часа у нас здесь постоянно какие-то личности обитают. Постоянно, значит, во дворах пьют. Неспокоят жителей. У нас очень много обращений с этих вот домов по поводу того, что здесь постоянно торгуют. Информацию о нелегальных торговцах уже направили в полицию, администрацию района и департамент потребительского рынка. Нарушители получают штрафы до 5000 рублей. Незаконные же павильоны попадают в специальный список. По решению суда их демонтируют и увезут. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Пожар на оптовом рынке в Самаре. Поздно вечером загорелись продуктовые павильоны на проезде Мальцева. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности. Продавцов эвакуировали. На месте работали 62 пожарных и 15 спецмашин. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным понадобилось чуть больше часа. В ЧП никто не пострадал. Сроки открытия Новосадовой снова сдвигаются. К сентябрю участок дороги по улице Новосадовой от Первомайской до Полевой под благоустройство не отдадут. Точная дата открытия дороги пока не определена. Работы по благоустройству участка между станцией метро Алабинская и будущей станцией Самарская продолжаются. В самом большом и протяженном районе Самары, Красноглинском, займутся поиском и вывозом брошенных автомобилей. Постановление главы района вступает в законную силу 1 сентября. Поиском брошенной техники займется отдел гражданской защиты администрации района. К тем авто, которые ликвидируют с улиц, относятся припаркованные на газонах, детских площадках, проездах, у жилых домов и контейнерных площадок, врошенные или бесхозные машины. Современный скейт-парк, летняя эстрада, детская площадка. Большая стройка в старейшем парке Самары. Струковский сад разбили в конце 19 века. С тех пор его капитально не обновляли. Теперь здесь все изменится. Когда струкачи предстанут во всей красе, знает Алина Чемерис. Грандиозный ремонт в Струковском саду проводится впервые за сто с лишним лет. Уже проведены электричество и вода, оборудована система автополива. Сейчас рабочие по уникальной технологии реставрируют ограждения. Очищают их песком, затем красят. А также облачают в тротуарную плитку дорожки, по которым в старину прогуливались жители Самары Купеческой. Две аллеи уже готовы. Новые гранитные лестницы стилизованы под те, по которым более века назад, гуляя по парку, спускались и поднимались дамы и кавалеры старой Самары. В обновленном Струковском парке таких планируют установить 23. Часть из них уже смонтирована. Старинную эстетику здесь намерено сохранить во всем. Освещать парк будут фонари, стилизованные под пушкинскую эпоху. Преобразится и летняя эстрада. Здесь отремонтируют сцену и заменят асфальтовое покрытие. Памятник Максиму Горькому тоже обновят. Планируют отреставрировать и фонтан на входе. Добавляется современный скейт-парк в современном виде. Это будет шахматный домик более современный для того, чтобы люди могли отдыхать. Лавочки более легкие, воздушные. Это не как бы были бетонные. То есть, в принципе, делаем мы так много со временем идем. Все это будет, чтобы нашим гражданам, людям было приятно отдыхать в парке. Приводить в порядок Струковский парк начали еще в мае. На каждом этапе работ строгий контроль. Пока серьезных нарушений со стороны подрядчика не было. Все мелкие недочеты устраняются, что называется, на ходу. Это один из единственных парк в центральной части города. Находится недалеко от набережной. Я считаю, что большое количество людей здесь будет присутствовать. И ошибок здесь недопустимо. Здесь будет сделано все качественно и в сроке. На склонах парка высадят газон и оборудуют клумбы. Планируется, что Струковский сад предстанет перед самарцами в обновленном виде в конце октября. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Ремонт 14 лет спустя. Именно столько жителей МИГЗАВОДА добивались капремонта коммуникаций и электрики в своем доме. Решить проблему удалось лишь после того, как люди обратились за помощью в общественный совет микрорайона. Теперь в доме полностью меняют канализацию и систему отопления. Забитая канализация, перебои с электричеством, вода, которая не доходит до верхних этажей – все это теперь в прошлом, рассказывает Анна Зимина. Говорит, ремонта в доме на Мехзаводе ждали более десяти лет. С недавних пор спецтехника и рабочие в этом дворе частые гости. У нас постоянно вода в канализации в подвале стекалась, то есть невыносимая. Вон стояла в подъездах, мошка, блохи, вот это вот все. Последние годы 3-4 здесь вообще невыносимо. То есть у нас дверь постоянно в подъезде открытая. То есть мы ее не на ночь, мы ее не зимой, мы никогда не закрываем, потому что иначе мы задохнемся. Такого грандиозного обновления этот дом не видел более 60 лет. Сейчас здесь впервые капитально ремонтируют канализацию, систему отопления и электрику. Добиться того, чтобы дом наконец привели в порядок, жителям помогли в общественном совете микрорайона. Для начала необходимо было провести собрание собственников. Собрали собрание, жильцы активные, 100% явка была и поддержали, вот именно поддержали вопрос, проблему с водой, с канализацией, с электричеством. К работе подрядчик приступил в начале лета. Электрику и коммуникации обновляют одновременно. Всего здесь проложат около километра новых труб. Работы будут проводиться и в квартирах. Обновленную систему отопления планируют запустить уже в середине сентября. Ход ремонта тщательно контролируют жители. 75 квартир мы уже как бы ввод сделали по электричеству. Согласно, ну, по канализации где-то процентов на 20 мы выполнили работы. Отопление вот как бы произвели пока что только демонтаж работа. Работу ведем согласно графику. Какие-то проблемы, когда возникают, решаем все в оперативном порядке. После завершения ремонта территорию во дворе подрядчик благоустроит. Там, где сейчас разрытые ямы, появятся зеленые газоны. Алина Чемерис, Константин Головин. События. Прибавление в кошачьем семействе. Посетителей Самарского зоопарка познакомили с новорожденным детенышем Пумы. Малыш появился у постоянной пары, и он уже 16-й. Котята Парма и Парамона – звезды российских зоопарков и цирков. Какая судьба ждет эту Пуму, пока неизвестно. Хищника погладила Марина Матвейшина. Самый пугливый и осторожный котенок за всю историю Самарского зоопарка. Для полуторамесячного детеныша Пумы первый выход в свет оказался волнительным и тревожным. Малыш даже отказался есть на публике. Хотя в привычной обстановке Пуменок отличается игривым и любопытным характером. Сотрудники зоопарка называют его «Гизма» за схожесть с одноименным персонажем фильма. Пуменок родился необычно лопоухим. Сейчас ушки у него, как у обычного котенка, они торчком стоят. Ну и впоследствии, когда он уедет в другой зоопарк или в цирк, мы пока точно не можем сказать, ему дадут уже свое имя. Обычное имя выбирают, опираясь на характер и какие-то особенности животного. Малыша совсем недавно забрали у матери. Приучают к рукам и самостоятельной жизни. Сейчас Пуменок ест пять раз в день молоко со специальным кормом. В свои полтора месяца весит четыре с половиной килограмма. Это уже шестнадцатый котенок пары канадских Пум. Парма и Парамон радуют потомством каждый год. Иногда и по два раза. Эта пара в Самарском зоопарке одна из самых крепких. Парма с характером таким, стервозным можно сказать немножко. А Парамон, ну мужик, ему все нормально. Поесть дали, поспать дали, все замечательно, жизнь удалась. Несмотря на то, что сейчас Пуменок выглядит как плюшевая игрушка, когти и зубы уже превращают его в опасного хищника. Совсем скоро обниматься с котенком будет нельзя. Голубые глаза потемнеют, пятнышки на шерсти посветлеют, а удар когтисты лапы сможет сбить с ног и здорово покалечить. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. Хоккейная Лада готовится к сезону в континентальной хоккейной лиге. И розыгрыш Кубка Республики Башкортостан тольятинцы начали с поражения. Андрей Горгуленко расскажет подробнее новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Павлюченкова и Касаткина продолжают побеждать в Сенцинате. Хоккейная Лада начала предсезонный турнир с поражения. Самарские велогонщики взяли весь пьедестал в Твери. В Твери состоялся чемпионат России по велоспорту шоссе в гонке Критериум. У мужчин весь пьедестал почета заняли спортсмены Самарской области. В гонке стартовали 26 гонщиков, которым предстояло преодолеть дистанцию в 54 километра. Первую тройку финишировавших составили волжане Кирилл Зюкин, Александр Жданов и Дмитрий Самохвалов. Стартовый матч Кубка Республики Башкортостан стал для Лады в этом межсезонье первым, в которой ей противостоял клуб КХЛ. Нефтехимик. В стартовом периоде забили нижнекамцы. Шайба в активе Николая Аркалова. На 28-й минуте Денис Зернов сравнял счет, хорошо сыграв на чужом пятаке. Судьи момента взятия ворот не заметили, но видеопросмотр показал, что шайба после броска нападающего пересекла линию ворот 1-1. В середине второго периода Лада после двух удалений осталась втроем против пятерки нижнекамцев. Олег Пиганович и Роман Горобаренко забросили две шайбы ворота Александра Лазушина 3-1 в пользу Нефтехимика. До окончания основного времени счет не изменился. Свой второй матч турнира Лада проведет против Адмирала из Владивостока. Уроженки Самарской области Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова успешно стартовали со своими партнершами в парном разряде турнира в Цинценате. Автозаводчанка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова переиграли украинку Надю Кичиннок и австралийку Анастасию Родионову 7-6-0-6-10-8. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Касаткина и Гаврилова один раз взяли подачу соперницы, допустили пять двойных ошибок. Кичиннок и Родионова сделали 1 из 4 брейка, трижды ошибались при подаче. Во втором раунде соревнований Дарья сыграют либо с Эшли Барти и Кейси Деляквой из Австралии, либо с американками Алексей Глэч и Кэтрин Макнолли. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович также вышли в 1-8 финала парного турнира, обыграв чешский дуэт в составе Катержины Синяковой и Люси Градецкой. 7-6-7-5. Встреча продлилась 1 час 37 минут. Анастасия и Кристина сделали три эйса и два брейка, пять раз ошибались на подаче. Люси и Катержина один раз взяли подачу соперниц, выполнили четыре подачи на вылет и допустили пять двойных ошибок. Во втором раунде соревнований Павлюченкова и Младенович сыграют с Румынкой, Моникой Никулеску и Сесу Вэй из Таиваня. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Благополучия вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова